Что делают хоккеисты Авангарда на следующий день после феерической победы над Питерским СКА? Тренировка по желанию, посмотрите. Тут все. Верба, Рейнгард, Киселевич и даже Егор Круженков с зарешоченной маской. Видимо, шайба попала. Все остальные новости через 30 секунд у Петра Смольникова в программе Овертайм. Поехали! Бесконечно можно смотреть на три вещи. Как течет вода, подгорает у соперников и как Буше стремительно приближается к снайперскому рекорду Мазякина. После двухматчевого затишья американец разразился эффектным хэт-триком ворота Питерского СКА и теперь в его активе 42 шайбы. Осталось забросить еще хотя бы 7 в 9 грядущих играх, чтобы сказать Сергею Валерьевичу «Прости, если побил твой рекорд». Сам Мазякин вполне допускает такое развитие событий и, кажется, совсем не переживает. А что думаете вы? Напишите свое мнение в комментариях. В них вы, кстати, иногда просите освещать результаты омских ястребов, и мы с удовольствием это делаем. В минувшее воскресенье команда Черночуба прервала трехматчевую серию поражений, обыграв уфимский толпар 3-0. Заброшенными шайбами отметились Денис Малов, Андрей Заикин и Дмитрий Власенко. У последнего в активе еще и результативная передача. Отдельно отмечу и Станислава Бережного, который оформил 11-й сухарь на уровне МХЛ. Сейчас наша команда борется за вторую строчку на Востоке. Воскресенье всех болельщиков ждут на трибунах Академии Авангард. Начало встречи с сибирскими снайперами в 13.00. Свои среди чужих, чужие среди своих. У них Дедунов, Толчинский, Грицук, уехавшие прошлым летом на берега Невы. У нас главный тренер Михаил Кровец, питерец по рождению. Столкновение с прошлым буквально лоб в лоб. Матч под девизом «Свой, не свой, на дороге не стой» начался с гола Арсения Грицука. Ворота своей бывшей, родной команды Омского Авангарда. Этот гол был встречен голом трибуны. Знаете, Грицук предчувствовал, что его так встретят. Уходя с расхатки, он единственный из бывших наших. Не смотрел по сторонам, не общался с болельщиками. Он смотрел в пол, вернее в лед. Он собирался, он настраивался, узнал, через что ему предстоит пройти. Не все понимают, наверное, о чем я говорю, но все, кто знают, знают. Это давление быть топ-командой. И когда на тебя все настраиваются, как на последнюю игру, это привилегия. Поэтому это классный вызов. Естественно, приятно играть с другими топ-командами, которые настраиваются очень сильно. Опять же, сегодняшний опыт, он даст много мотивации нам. Странный хоккейный БДСМ в команде Романа Ротенберга. Это когда свист и гул в твой адрес. Это привилегия. И это должно быть приятно. Сам Борису, как показалось, забив Мишурову в касание, в большинстве на третьей минуте матча был далек от таких странных ассоциаций. Я с этим человеком знаком с 12-10 лет. И всем говорю, что это, наверное, самый неудобный вратарь для меня, потому что знает все, наверное, точки, которые я люблю обстреливать. И пытается их перекрывать. И было довольно приятно забивать в своей родной команде. У этого матча омского «Авангарда» со сборной России, укомплектованной по вкусу и заказу Романа Борисовича Ротенберга, были пять составляющих. Игра на распашку, без обороны, что вылилось в 14 заброшенных шайб. Это первое. Характер «Авангард» дважды переламывал матч. Первый раз после гола Горецука, когда отыгрался и вышел вперед 3-1. И второй раз, когда «Невский» еще сравняли, у нас хватило сил на еще один решающий рывок. Это второе. Думаю, такая перестрелка «Дикий Запад» для болельщиков, для зрителей. Им все это понравилось. Здорово, что выиграли, много потратили сил, эмоций и заслужили эту победу. Нет, скажем так, не добавляет пессимизма, что все-таки многовато пропустили. И опять в третьем периоде не самый удачный отрезок. Подставили в каких-то моментах своего вратаря. И уже об этом поговорили, так нельзя. Особенно перед пулу-оффом, когда нужно еще больше внимания уделить на обороны. Ну, что, завтра посмотрим все моменты, обсудим, поговорим и исправим. Очень эффектная заброшенная шайба получилась. Вообще, ваше сочетание, как называют, три Ивана, да, Ивановское звено, хорошо по себе демонстрирует. Расскажите, как вы взаимодействуете. И вот эта шайба, это все-таки наигрыш, это чутье уже партнеров. Можно сказать, что это вот самая настоящая химия? Я знал, что будет. Телега любит отдавать вот из-за ворот такие передачи. Надо просто в моменте сделать шаг, открыться под него. И уже есть, да, наигранность. Третья составляющая – вратарские пожары. Ну, вы все видели. Четвертая – драки. О них мы поговорим чуть попозже с участниками и зрителями. И пятая – неожиданная. Духовность. Я совсем не о том, что вербу выпустили на последнюю смену, и тот забил в пустые ворота в своем сотом матче в ГХЛ. Хотя это, конечно, от души. Ну, я так понимаю, что счет позволял, тренерский штаб доверил. Спасибо им огромное, что дали сыграть. И вот так вот судьба сложилась, повезло, получилось забить свой первый гол. Почувствовали этот кайф забит на переполненной и взбодораженной арене? Я, если честно, может быть, там было видно на трансляции, я в какой-то момент просто опешил, у меня шайба летела несколько минут до ворот. Поэтому, да, вот знаете, бывают такие истории, что вот так вот случайно получается. Говоря о духовности, как о пятой составляющей, я о визите Кравца в церковь за сутки до матча. Мы знаем об особом отношении омского тренера Квери, о блокадной иконе у него дома. Мы об этом говорили по вертайме. Но тут, как мне кажется, особый случай. Тут был конкретный матч, важный для самого Экс-Питерца, очень важный. Во все духовное я вообще очень верю. И вчера мы с женой целый час отстояли службу, и у батюшки попросили благословения на сегодняшнюю игру. А днем она отнесла список всех игроков. Не знаю, как это секрет, не секрет, будут меня ли ругать за это. Но действительно мы во все это верим. И мне кажется, это основное то, что есть в русском человеке, это сердце и душа. Можно молиться и за победу, и за людей. И плюс ко всем этим молитвам, за которые я молюсь, за ребят, за наши победы, за удачу, за успех, не знаю, всей команды. Я всегда вспоминаю и тех ребят, которые сейчас у нас находятся на Украине. Для них прошу здоровья и выздоровления, и победы. Ну он красавец, тут даже добавить нечего. Я коллегно провел бой, удар снизу прошел, он красавец. Получается, что он сегодня немного мои функции забрал, а я, получается, его. Расскажи о той потасовке от первого лица, что случилось, как это было? Да, там получился небольшой силовой прием, и игроки соперника начали заступаться. Он предложил мне бой, я согласился, и ничего такого нету. А так получилось. То есть ты его габариты оценил перед этим или не было? В смысле сразу сказал, да. Мне, в принципе, без разницы было, кто там пойдет. Большой шкаф громко падает. Есть уже у болельщиков теория, что Марк Верба проводит уроки по боксу. Дополнительно есть такое? Марк Верба? Ну так, иногда что-нибудь показывает. Пару приемчиков. Да нет, у нас есть Алексей Николаевич Свитов. Если что, я думаю, у него гораздо больше опыта, чем у меня. Но сегодня бы случилась такая игра, что они, наверное, мои непосредственно обязанности выполнили. К драке я был готов. То есть мы с Динченко там поговорили. Если он хочет с кем-то выяснить отношения, я всегда могу выйти со скамейки. То есть, ну, какой-то подоплеки в плане пресс-конференции ничего не было. А настраивались ли нас как? Конечно, это лидер чемпионата, грант нашего хоккея. Поэтому для нас, как-то для команды, которая претендует на кубок, это было принципиально. Из двух потасовок сегодняшних, чьи бойцовские качества отметите? Бушей или холодильник? Знаете, я отмечу в целом, что вся команда билась. И что один, что второй бойцов сегодня показали, что все готовы заступаться друг за друга, биться и приносить как бы и голами, и даже такими как бы стычками пользу команде. Мы Михаила Кравца очень хорошо знаем. Он такие же указания давал, когда он был в СКА и в Сочи. Поэтому мы все это знаем. Но это неправильно. Нужно играть в хоккей. А грязь нам не нужна вообще. Зачем своих игроков так заставлять бить в голову, идти на какие-то грязные приемы. Это нам не нужно. Нам нужно играть в хоккей. Мне не очень, конечно, это приятно обсуждать. Потому что на протяжении всей своей хоккейной карьеры, на протяжении тренерской карьеры, для меня это вообще заказывать драку, заставлять какого-то игрока поделись там с этим, убей там этого. В моей голове этого никогда не было. Я никогда не терпел подлость, никогда не делал подлости. И поэтому, ну, я не знаю, откуда эти выдумки у Романа Борисовича. Поэтому, в принципе, есть достаточно много игроков. Есть Санкт-Петербург, есть люди, с которыми я работал в СКА. Я думаю, что они могут сказать про меня правду. А здесь это чистая неправда, и она оскорбительная, и неправильная, я считаю. Тем более, все-таки я тоже главный тренер. И нужно уважать своего соперника, несмотря на то, что ты ему проиграл. Сергей Бойков, в эфире программа «Овертайм». Прямо сейчас короткие вопросы, короткие ответы. И первый вопрос будет таким. В команду «Авангард» ты в нее пришел, вот, скажем, тремя словами попробую охарактеризовать, какая она. Как Сочи говорят, жаркие зимние твои. Команда «Авангард» она какая? Понятно, она твоя, что еще? Веселая, трудолюбивая, интересная. Кровец – это демократ или диктатор? Демократичный. Да? Ну, я думаю, да, он дает, так скажем, свободу действия. Есть ли советы тренера с игроками какие-то, формальные, неформальные? То есть, есть ли круг людей, с которыми тренер советуется? По поводу, не знаю, не буду говорить о составе, тут мы не будем в это лезть. По поводу тактики? Да, в принципе, если есть какие-то вопросы, да, там, у тренерского штаба, да, там, какие-нибудь, либо хотят внести какие-нибудь нюансы, да, там, в игру нашу, мы просто собираемся всей командой, и этот вопрос ставится при всей команде, и все отвечают, все общаются. Кто главный по музыке в раздевалке, и какая музыка превалирует, русская или не русская? Ну, это смотря когда, так, у нас есть отдельный айфон, который, там, закачано много музыки, и каждый может подойти, да, там, загрузить еще свои какие-то песни, и просто включается. Вот ты смотришь на молодежь авангардовскую сегодняшнюю, она дерзкая, она боевая, вот, видя, как в зеркале себя прошлого, когда тебе было 18-19, что бы ты себе сейчас из сегодняшнего дня сказал, от чего предостерег, может быть? Я думаю, что убрать всю лень, которая была, и прислушиваться к старшим. Что касается силовой части хоккея, у нас сейчас такая мощная, бодрая команда, под девизом «добро должно быть с кулаками», Верма дерется, Чумыков дерется, Абросимов дерется, даже Холодилин подрался. Чего от тебя ждать? И любишь это дело? Я всегда любил силовую борьбу и просто стычки, я думаю, это, так скажем, как для меня, ты всегда выходишь, приходишь куда-то, да, там, даже в новый коллектив, там, или еще что-нибудь. То есть, сразу первая мысль, так, а силу я ли этого человека? Вот в чем дело. И то же самое, когда играешь против других команд, ты всегда выходишь и иногда задаешься вопросом, насколько я смогу, так скажем, подраться, да, там, с любым из. Что требует кровец от защитников в первую голову? Я вот обратил внимание, раньше команда была с Хартли, брали больших таких защитников, такие краны ходящие, шкафы. Для них было главное, например, во время атаки, когда выходят два в одного, да, лечь, перекрыть. Вот, что сейчас самое главное, и правильно я понимаю, что главное, много раз слово главное сказал, извиняюсь, волнуюсь немножко тоже, что вот основное, так скажем, для защитника, это уметь кататься, уметь читать игру и начинать пасом атаку. Вот это кровец требует в первую голову. Это совершенно верно, я думаю, со времен Хартли, да, не так многое поменялось, потому что многие ребята работали с ним и стараются делать то же самое, потому что это работает и, я думаю, это продолжится так и делать. А с Кравцом, да, ну, нужно больше кататься, потому что все равно даже у нас ребята, которые, да, там, как Рома Абросимов, там, Артем Чмыхов, да, они большие ребята, да. Ну, по факту должно быть тяжело кататься много, но они выполняют хорошо свою работу. Каверзный вопрос, но болельщики просят спросить, я и спрашиваю. Допустим, тебя заперли в зоне, ты с шайбой, тебя справа-слева поджимают. Выводить шайбу как лучше? Через центр вверхом, чтобы начать атаку, либо по борту через стекло? Ну, это тоже смотря в какой ситуации. Вопрос интересный, да? Да. Есть много различных ситуаций. Если ты посмотрел налево-направо, ты видишь, двое соперников, да, закрывают тебя, вот, просто приезжай с шайбой к борту, да, пускай они тебя, там, ударят, и твои напарники, да, там, центральные, в особенно, в частности, вот, подъедет и поможет тебе просто забрать шайбу. Вот и все. Это самый нормальный, надежный вариант. Это самый адекватный вариант, да, просто видишь, что, ну, ты не успеваешь ничего сделать, ты просто прижимаешь шайбу, и там, тебе могут ребята подсказать, да, там, откинуть в центр, и все, ты легонечко просто в центр ее откинул, там, центральный, или твой партнер подобрал шайбу и начали атаку. Неужели защитнику, пусть даже звездному, хорошему, никогда не хочется быть нападающим? Потому что нападающим вся слава. Они забивают, они снайперы, они Овечкина, они Кросби. А защитник, вот вспомним Кофи, да, вспомним Бобиора, Фетисова, может быть, туда живет. А так-то защитников почему-то не выделяют. Не обидно? Совсем нет. Потому что, блин, есть много защитников, которые, так скажем, славятся своей силовой игрой, да, и мне кажется, о них тоже говорят, и если, давайте так, если это просто обыкновенный человек, да, фанат своей команды, да, он будет приходить, там, болеть за свою команду, там, ребята будут забивать, блин, радуются, все. Но кто будет разбираться в хоккее, они все равно будут смотреть на оборону, как ребята, так скажем, блокируют броски, да, останавливают атаки, начинают атаки. Это очень тяжелая работа, на самом деле. Самый последний вопрос, самый-самый последний. Ты играл там, ты играл здесь. Допустим, соберется сборная России в сильнейшем составе и сборная Канады. Сколько матчей из десяти мы у канадцев выиграем? А мы на какой площадке будем играть? На европейской. На европейской? На аэродроме. Если на аэродроме, 9 из 10. Вот такой смелый прогноз от Сергея Войкова. А вы продолжаете смотреть программу «Овертайм». 23 года назад в славном городе Омске жарким летом в одном звене за молодежную сборную России играли два молодых таланта – Александр Свитов и Илья Ковальчук. Свитов уже серьезный человек, тренер. Но Илья Ковальчук никак не может наиграться в хоккей. Сегодня, в четверг, он выйдет сюда, на лед, джидрайв-арена. Жаркий август 2000 года. В Омске столько хоккея сразу, сколько никогда не было до этого и никогда не будет после. «Авангард» играет на турнире Блинова, и одновременно с этим впервые в нашем городе проводится международный турнир с участием молодежных сборных России, Чехии, Швеции, Финляндии и Словакии. По сути, маленький чемпионат Европы среди тех, кому нет двадцати. Главный тренер российской молодежки Петр Ильич Воробьев поддерживает, мотивирует мало кому тогда известного среди основной массы болельщиков 17-летнего Илью Ковальчука. И тот забивает гол финном в первом матче турнира. Эта игра проходила в ИСКК Блинова поздно вечером, почти ночью из-за опоздания гостей на турнир. И запомнилась не только победой наших 3-1, но и массовой дракой. Говорю же, тот август был жарким. Главные фигуры среди дерущихся игроки нашего третьего звена. А ничьи Шастин и Свитов и уже упомянутый Ковальчук. Централиста так много? Не знаю. Хоккей такая игра. Какая, другие бы не дерутся. Ситуации такие получаются. Вынудительные. Речь колось, когда судья-информатор объявляет Свитов, и народ начинает кричать. Да, немного есть. Приятно очень. Спасибо им за это. Арена Омск появится только через 7 лет. Тогда льда на всех не хватало, поэтому второй матч турнира сборная России провела в Тополином, где легко и непринужденно разобралась с действующими чемпионами мира чехами. 4-0. Тройка Свитова, за которой в Омске болели особо, забила дважды. Решающие матчи международного турнира вновь в СКК. Наши громят Словаков 6-1 в субботу. А на следующий день, в воскресенье, разбираются со шведами 5-2. Из пяти шайб 4 на счету Свитовского звена. Дважды забил Ковальчук. По разу отличились сам центральный нападающий и Егор Шастин. Это сочетание по традиции еще и подралось. Короче говоря, лидеры по всем номинациям. Кто понравился сопернику? Почему-то вот Чехия и Словакия, первая сборная с ними очень трудно играют. Наши получаются на молодежном уровне, на юношку. Мы как-то нормально с ними. Ну, финны, наверное, самые такие. Мы с ними пободались больше, ну, сил потеряли больше, чем с другими. Финны, на мой взгляд, усилнее всех. Шведов громили, главный приз получали и фотографировались под скандирование «Молодцы» уже без Петра Воробьева на Триумской скамейке. У него случилось несчастье с женой, и он уехал из Омска. Эта сборная, победившая тогда в августе в нашем городе, считалась главным фаворитом предстоящего молодежного чемпионата мира. В нее на турнир в Сибири даже Александр Фролов состав не прошел. Однако в декабре 2000-го на своем льду в Подольске сборная России займет на мировом чемпионате только седьмое место. Шведам, которых мы обыграли в Омске, проиграем в четвертьфинале. А тройка Шастин, Свитов, Ковальчук, которая тогда казалась в будущем российского хоккея, никогда больше вместе не сыграет. Хотя Свитов и Ковальчук еще встретятся через год на драфте национальной хоккейной лиги, где Илья будет выбран под первым номером, а Саша под третьим. Но это уже другая история. Мой коллега Петр Андреевич Смольников уже поведал вам в начале программы о том, какую важную роль играют в сегодняшнем авангарде Ритт Буше и Владимир Эдуардович Скачев. Я бы их назвал Глеб Жеглов и Володя Шарапов современного российского хоккея. Смотрим наше музыкальное посвящение этому выдающемуся дуэту. Овертайм продолжается. Глеб Жеглов и Володя Шарапов За столом засиделись не зря Глеб Жеглов и Володя Шарапов Ловят банду и главаря Рассвела буйным цветом малина Разухавилась разная тварь Хлеба нет, а полно тут Алина Да глумится горбатый главарь Адас! Эй! Зеленый рабочий класс Адас! Засуйте мальчики, любите девочек Адас! Пусть запомнят мечи нас Марина ягода Адас! 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 Славутая черная кошка забоится наших ребят. Левший голос и Володя Шарапов заслужили в боях ордена. После мирного дня трудового будь спокойна, родная страна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин